Да, всем привет. Меня видно? Отлично, должно быть видно. Сегодня я хотел бы с вами поговорить об ошибках начинающего геймдизайнера. Сам я геймдизайнер компании PIXONIC уже два с половиной года. Начинал еще в другой компании до этого. За это время, во-первых, сам успел косяков наделать, во-вторых, просто общался с коллегами и подметил некоторые моменты, в которых ошибаются поначалу коллеги. И сначала небольшое введение. Первая, пожалуй, ошибка заключалась уже в том, как я себе представлял эту профессию. Когда-то в детстве, давно, я хотел делать видеоигры, как, думаю, все из нас, потому что я их очень любил. И у меня тогда было представление, что видеоигры делают программисты. Логика довольно проста. Видеоигры – это программы на компьютере. Чтобы их сделать, однозначно нужно программировать. Значит, видеоигры делают программисты. Круто. Папа, мама, я хочу быть программистом. И вот это вот все. О том, что программист, по сути, не занимается дизайном, а только выполняет поставленные на него задачи, я узнал уже позже, в году этого, в 2015. И тогда у меня сложилось мое первое представление о профессии геймдизайнер. В чем оно заключалось? Геймдизайнер – это такой человек, который говорит программистам, что программировать, а художникам, что рисовать. При этом сам не занимается ни тем, ни другим. Звучит вообще замечательно. Тебе не нужно уметь программировать, не нужно уметь рисовать, а ты делаешь игры и, по сути, рулишь процессом. Здесь кроется первый подводный камень. Он заключается в ответственности. Дело в том, что за то, что программист на программирует, а художник нарисует, отвечаешь – ты. Можно разделить на два кейса, естественно. Я не говорю о кейсе, когда сделали то, что вы просили, но сделали это плохо. Тогда, конечно, вопросы к исполнителю. Но вот если нарисовали не то или сделали не тот функционал, то это сразу две ваших ошибки. Первая заключается в том, что вы не четко поставили задачу, вы не смогли донести до исполнителя, что именно должно быть реализовано. А это, по сути, ваша работа. И вторая грубая ошибка заключается в том, что вы не следили за процессом. Во время процесса реализации того, что вы попросили сделать, вы не следили и проглядели то, что делают вообще-то не то, что надо. Таким образом, все лежит на ваших плечах, и по шапке получите именно вы. Не все так радужно, не все так классно, как хотелось бы быть. Дальше я уже поговорю про более конкретные вещи, связанные с разными отраслями работы геймдизайнера. Первая крупная часть работы геймдизайнера – это работа с документацией. Вы будете расписывать геймдизайн документы, которые содержат в себе всю подробную информацию о том, как должен работать проект. И, соответственно, в этом может кроиться много ошибок. Начнем с первой из них. Это недостаточно подробное описание. И вот здесь я хочу отметить, что то, что геймдизайнер должен писать подробно, это, в принципе, довольно очевидная вещь. Типа, да, я знаю, что меня должны понять, я должен подробно все расписать. И вот я все расписал, читаю, все сразу понятно. Это точно сделаю так, как я попросил. Не факт. Не все, что очевидно вам, очевидно другим людям. У всех разный набор референсов в голове, у всех разное представление о мире, так сказать. И, соответственно, не все будет сделано так, как вы попросили, если вас как-то не так поняли. Common sense вовсе не common, поэтому обязательно нужны референсы, обязательно нужны обсуждения с исполнителями по мере работы, перед началом работы. Вы должны несколько раз убедиться в том, что все поняли правильно. У меня даже были случаи, когда я поставил задачу, я подробно все расписал, я был уверен, что все сделают так, как надо. Однако прочитать можно было одним образом, прочитать можно было другим образом. И сделали, конечно же, не так, как я просил. Это всегда неприятно, и, боюсь, с этим придется сталкиваться. Поэтому обязательно должны быть подробные описания. Следующая ошибка напрямую вытекает из этой. Хочется описать все максимально подробно, хорошо. И вот я пишу, 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 хочу блеснуть лаконичностью. Получается огромное неподъемное предложение, которое содержит в себе сразу несколько, говорит сразу о нескольких вещах. И, боже мой, как же это сложно читать. Самый наглядный и плохой пример такого – это скобки. Вообще, в идеале, не пользуйтесь скобками. Скобки разрывают предложение на две части, отвлекая читателя прямо посередине его смысла. Если у вас есть скобки в предложении, уточняющие, то человек будет читать то, что вы написали, минимум два раза. Сначала он прочитает все то, что до скобок, потом он прочитает то, что в скобках, уточняющее, соответственно, что-то до них, и потом он перечитает то, что было до скобок и продолжит после них. Это сбивает с потока чтения, это отвлекает, уже делает многократно сложнее ваше чтение. Поэтому все ваши сложные мысли лучше разбивать на смысловые единицы, которые записаны отдельно. Вот как на слайде в примере можно видеть одна большая каша текста, которая, в принципе, четко все описывает. Но чтобы полное представление получить, нужно прямо с пальцем по экрану читать и пытаться понять, что же я хотел сказать. Либо четкие предложения, довольно короткие, которые ясно описывают каждой свою часть. Здесь я их еще отобразил для наглядности буллет-поинтами, соответственно, списком с прочерками. Это один из приемов, который можно использовать в расписании документа, чтобы делать его более читаемым, более наглядным, но при этом, опять-таки, без фанатизма, потому что если весь документ это один такой большой список, он тоже не будет считаться особо приятно, особо легко. Следующая ошибка, связанная с этим, это плохая структура документа в целом. Документ – это хлеб и соль, хлеб и соль геймдизайнера, и он содержит в себе вообще всю информацию о том, каким должен быть проект. Любой читающий из любого отдела должен в него зайти и должен, во-первых, легко найти ту часть, которая ему нужна, во-вторых, прочитать в ней все, что он хочет. И если ваш документ – это одна большая стена текста, за нее даже взяться будет сложно, чисто психологически. Вот ты открываешь документ, ты видишь стену текста, и ты понимаешь, что тебе сейчас придется перебороть себя и начать вот в этом всем копаться. Это прям сложно. Поэтому разделяйте документ на разделы. Описывайте отдельно в больших разделах визуал и функционал. Функционал разделяйте на характеристики и точные значения, и на механики, которые вы хотите реализовать. Визуал разделяйте на, соответственно, текстуры, модели, анимации, эффекты. Это все разные вещи, которые можно четко выделить в отдельные блоки, и тогда ваши исполнители, художники, аниматоры, программисты будут точно знать, куда им идти, где прочитать все, что их интересует. Я считаю это связанным с предыдущим пунктом, потому что это прямое скалирование, разбиение в сложных предложениях на несколько частей, так и весь документ разбивается на нескольких блоков. И, соответственно, важно при этом не путать смысловые единицы параграфы между разделами. Тут можно привести такой пример, что вот вы описали раздел с UI и вам уже предоставили макеты. У вас уже есть макеты того, как будет выглядеть интерфейс. И вот это же так наглядно, это так круто. Вот я прямо сейчас здесь опишу, как это все еще и работает, и будет с таким референсом точно все понятно. Проблема в том, что когда этим будет заниматься программист, особенно если это программист, который занимается серверной частью, которая вообще не взаимодействует с клиентом в плане того, что ее не видно, как она работает, он не пойдет читать, что написано в разделе с UI. И поэтому очень важно именно функциональную часть описывать в соответствующем разделе, чтобы ее однозначно просчитал тот, кому она адресована. Если у вас такой замечательный UI, что он служит отличным референсом, сошлитесь на него либо гиперссылкой, либо продублируйте. Но не описывайте в разделе с визуалом функционал. Это вот одна из таких ошибок, которые я делал в том числе. Дальше я хотел бы поговорить про иллюстрации в документах. Иллюстрации в документах это очень важная вещь. Служит она в первую очередь для того, чтобы человек, читатель лучше понимал, что вы говорите. Если у вас есть какой-то замечательный референс в голове, который вам, допустим, кажется очевидным, или вы считаете, что он такой нишевый, и вы хотите блестнуть тем, что вы его знаете, в любом случае указывайте его прямо в документах. Документы – это внутренняя сторона работы, читать будут только ваши коллеги. Пишите там, указывайте все, что, как вам кажется, поможет понять, о чем вы говорите. Обязательно. Если они слишком громоздкие или их слишком много, указывайте их на отдельных страницах с гиперссылками или пользуйтесь спойлерами, что доступно вашему инструменту, в котором вы пишете документы. Также очень сильно помогают не только референсы из других игр, книг, фильмов, чего угодно. Помогает составление диаграмм. Когда вы расписываете какую-то большую фичу, и у вас очень большая логическая цепочка, то очень сильно поможет составить диаграмму логическую того, что вы описываете, потому что если вы человек хорошо сел, взялся читать все, что вы написали, к моменту, как он дочитает до конца, он забудет уже половину того, что было в начале. И тут очень сильно поможет визуализация всего этого. На примере вы можете наблюдать диаграмму флоу экранов для фичи пилота из War Robots, когда она только выходила. По ней можно проследить, соответственно, UI-дизайнеру, понять, какие вообще есть экраны, как они связаны между собой. И это позволяет обработать информацию другой частью мозга, которая отвечает за визуализацию и в то же время даст отдохнуть части мозга, которая тупо читает тексты. Поэтому вставляйте много картинок, вставляйте много диаграмм, составляйте их, учитесь их составлять, находите инструменты для этого. Это прям сделает жизнь легче как вам, так и людям, с которыми вы работаете. Также документ нужно держать актуальным. В чем суть здесь? Суть в том, что вот вы составили диаграмму, все расписали, поставили задачи, и люди приступили к работе. Люди могут реализовать какие-то детали, которые вы пропустили. Это, конечно, плохо, но это случается, мы не можем знать все до момента, когда этого дойдет. Люди могут прийти к вам с предложением того, как сделать что-то лучше, потому что они лучше в этом разбираются. Например, программист знает, как лучше реализовать такую задачу, но там может быть небольшое отличие в функционале. Он придет к вам спрашивать, нормально ли это. Все это всегда нужно, чтобы вы не решили реализовать так, как вы хотите или как вам предлагают. Все всегда, если меняется, нужно описывать в документах, потому что если не через несколько лет документ начнут читать, а там неактуальная информация, ну, кроме того, что это ваша вина, они могут начать заказывать функционал, который уже был сделан, заказывать конфликтующий функционал. Проблем потом не оберетесь. Следующий большой блок после документации это работа с задачами. Как я уже сказал, геймдизайнер это человек, который кроме расписывания документов еще и ставит задачи на исполнителей, на программистов, на художников, на аниматоров, на всех. и для того, чтобы правильно делать задачи, этому тоже нужно немножко учиться. Нужно в первую очередь знать инструмент, которым вы пользуетесь. Это может быть Jira, это может быть какая-то ваша доска с аджайлом, скрамом, чем угодно. В самом топорном случае это даже может быть просто стена с клипкими наклейками. И сейчас я хочу обсудить, какие ошибки могут быть в задачах. Первая ошибка, связанная с задачами, она мне очень нравится. Это постановка задач на код самому. Почему это ошибка? Геймдизайнеру очень полезно знать хоть какие-то основы программирования. Если у него при этом есть еще и навыки программирования, опыт программирования, это вообще замечательно, потому что это позволит вам лучше общаться с программистами, это позволит вам лучше доносить до них суть того, что вы хотите реализовать. Это поможет вам лучше понимать, что они вам отвечают, почему они говорят, что что-то нужно реализовать именно так, или как это можно реализовать. И вообще, если вы хотите быть хорошим геймдизайнером, какие-то основы программирования вам, скорее всего, выучить придется. Но при этом вы все равно не профильный программист. Вы не можете увидеть сходу всю обширность задач, которые необходимо поставить для реализации того, что вы хотите. Например, вы точно знаете, что потребуется тот и тот от клиента, но вы совсем не учли, что вообще-то какая-то часть у вас работает на сервере, и ее придется дорабатывать там. Поэтому вместо того, чтобы расписывать задачи на код самому, что вы можете сделать неоптимально или описать не все, есть такая замечательная практика, как постановка задач на расписание задач. Она заключается в том, что вы ставите на программиста задачу, которая заключается в том, что он вычитывает ваш документ и сам ставит необходимые для его реализации задачи. На этом месте очень важно держать с ним контакт, отвечать на любые его вопросы, комментарии, чтобы он точно все правильно расписал. И после того, как он все распишет, нужно проверить все эти задачи, в идеале понять их, конечно же, и уточнить, что там все верно. Соответственно, если вы видите, что какие-то вещи были добавлены, опять-таки внесите их в документацию. Опишите любые ваши обсуждения с программистами, чтобы ваш геймдизайн документ максимально полно отражал всю картину того, что происходит на проекте. Следующий кейс немножко частный. Он заключается в том, что вам могут потребоваться какие-то небольшие доработки. И вы свято верите в то, что можете сами полностью все расписать. Вы точно знаете, что потребуется вот одна задача на, допустим, только клиент, клиентских программистов. И вы прекрасно понимаете, что вот я сейчас все четко сформулирую, и это надо реализовать. Возможно, вы уже это обсудили, и вы точно знаете, что потребуется всего лишь одна задача вот на эту вещь. Когда вы ее ставите, не забудьте, опять-таки, описать это в документации, потому что если эта доработка не будет там описана, ее потеряют. когда снова будут ресерчить работу этой фичи, когда потребуется ее доработать, когда найдут в ней какие-то ошибки. Если о каких-то доработках не будут знать, это всегда сулит проблемы. Конечно, может потребоваться доработка в несвязанных вещах, и все и так будет работать, но суть в том, что ответственность за геймдизайн документов несете, опять-таки, вы. Он должен быть максимально актуальным всегда. Поэтому ваша работа никогда не кончается. Следующий раздел это отсутствие референсов в задачах. Это тоже ошибка. Вот представьте себе ситуацию. Вы расписали геймдизайн документ очень подробно. Вы в нем указали кучу прекрасных референсов. Вы все сделали, как я просил. И теперь вам нужно поставить задачу на арт. Вы только что подробно все расписали. Очень хочется просто поставить таску, сказать, нужно реализовать то-то подробности в ГТД. Ссылка. Все. Отлично. Ваша работа сделана. Нет. Это не очень хорошая практика. Геймдизайн документы, особенно для массивных фичей, скорее всего, будут очень большими. Там будет описано все. И функционал, и визуал, и звуковой дизайн. Все это в одной большой куче. Разбираться в этом, особенно, когда там описано несколько сущностей, требующих, допустим, отрисовки, очень сложно для исполнителя. Поэтому не поленитесь. Во-первых, скопируйте все визуальные референсы в задачу, чтобы человеку не приходилось каждый раз закрывать документ и листать его, чтобы он мог открыть задачу, которую он непосредственно сам ведет, которую он обязан держать актуальной, в которую он будет заглядывать так или иначе по работе. Отразите все референсы там. И опишите хотя бы вкратце, что нужно сделать. Хотя бы вкратце. Вы можете написать, что все подробности есть в GDD, дать на него ссылку, но человеку должно быть общее представление того, что от него хотят, просто по открытию задачи. А дальше уже все будет обсуждаться на синках. Так что не ленитесь, копируйте задачи, копируйте референсы из GDD в задач, чтобы все было максимально хорошо и правильно. следующий большой раздел это работа с таблицами. Таблицы замечательная вещь, вообще одно из лучших изобретений человечества. Это массивы информации, представленные в двух осях. Вам придется с ними много работать, как минимум, потому что в них очень удобно делать расчеты. Балансные геймдизайнеры очень много копаются в расчетах, формулах, и их автоматизация легче всего делается через Excel или Google Sheets и OpenOffice, чем вы там еще можете пользоваться. И любые документы, таблицы, которые вы используете на проекте, хорошо бы держать в общей доступности, потому что если вы уйдете или если с фичой взаимодействует несколько отделов, всегда людям понадобится открыть ваши таблицы. И они должны быть, как и документы, очень хорошо читаемы. Это немножко другой формат документации, поэтому и общие правила читаемости здесь тоже другие. Начну с первой, пожалуй, ошибки, это отсутствие цветовой индикации. Вот у вас есть ваш Google Док, у него есть белые ячейки, вы пишете в нем черным текстом. Отлично. Открывает это другой человек, и видит перед собой просто стену значений. Мало читаемо. Это очень плохо читается. В этом всем нужно будет копаться, следить пальцем, что вы смотрите на нужную строчку и так далее и тому подобное. Незнакомый с таблицей человек в идеале должен открыть ее за быстрое оглядывание таблицы, понять, что в ней происходит, куда ему вообще нужно смотреть, где найти то, зачем он сюда пришел. И здесь очень хорошо помогает цветовая индикация. Несколько советов самых простых, самых банальных. Вот этот мне очень нравится, мне кажется, он не очевиден, пока ты о нем не узнаешь, хотя постфактум он кажется довольно простым. Это разбиение полей через одно по цветам, как здесь, белый, серый, белый, серый. Это делает документ более читаемым, позволяет вам, не прикладывая палец к монитору, проследить, какое значение соответствует какой строчке. Очень полезная штука, настоятельно рекомендую так делать. Причем цвета белый и серый не навязчивые, то есть они не режут глаз. Вообще использовать цвета, которые режут глаз, это тоже плохо, потому что они отвлекают от того, зачем человек сюда пришел, они сбиваются с мысли, не надо так делать. Пользуйтесь теми цветами, которые нежные, которые ближе к неяркому краю палитры. Следующий совет это выделение цветом отдельным для ключевых параметров, как вот здесь 12 уровень робота на первом и втором грейде в примерной таблице описаны цвета это ключевые параметры, на которые мы опираемся при составлении баланса, при расчетах, все остальные это промежуточные, которые мы высчитываем, исходя уже из этих. И, соответственно, когда нам нужны какие-то ключевые параметры, нам они, скорее всего, нужны именно на этих уровнях. Поэтому, когда я открываю таблицу, все эти уровни очень красиво, удобно выделены определенным цветом. Это, как минимум, мне всегда делает жизнь проще, ускоряет мою работу, так что я тоже рекомендую так делать. То же самое с вертикальными столбцами. Можно выделять весь столбец, но, опять-таки, это должно быть как-то, это должно как-то сочетаться тональностью с горизонтальными выделениями. Я, например, всегда выделяю цветом только заголовок столбца, который описывает, что это за параметр. И в нем тоже можно выделять логические места определенными цветами, логические связи. То есть, например, здесь скорости и значения прочности робота выделены как характеристики синим цветом. Отображаемый уровень выделен немного другим цветом. Дальше там для расчетов каких-то других параметров используемые исходные значения выделены красным и так далее и тому подобное. Делайте документ легким для ориентирования в нем. Как и везде, здесь можно увлечься. И если вы увлекаетесь, у вас получается другая ошибка. Это слишком много цветовой индикации. Яркие, режущие глаза, цвета. Слишком много цветового выделения друг рядом с другом. Все это делает опять-таки документ малочитаемым. Главное, без фанатизма. Находите золотую середину и придерживайтесь ее. Обсуждайте с коллегами, как можно сделать ваши документы лучше, потому что всегда, на самом деле, когда нужно сделать документ быстро, сделать документ прямо сейчас, как правило, оформлением. Люди пренебрегают, потому что самое главное заставить это все работать. Вот прямо сейчас, дедлайн вчера, что делать. Когда у вас появится хоть какая-то свободная минута, лучше сразу вообще пометьте себе в тасктреке, что необходимо сделать ваши таблицы читаемыми, необходимо их оформить. Не забывайте про это, и когда у вас появится хотя бы время, допустим, да, сейчас действительно на это времени нет, так будет всегда, обязательно найдите время и сделайте таблицы читаемыми. Это очень важный такой момент в работе с таблицами. Следующий момент связан непосредственно с расчетами. Когда вы занимаетесь расчетами в таблицах, вы составляете порой очень большие формулы, которые выдают вам то значение, которое вам нужно, но в него входит очень много разных ячеек. Возможно, даже из разных листов. Возможно, даже из другого документа в драйве. Все это должно быть читаемым человеку, который с этим не знаком. Человек заходит, видит формулу и просто берется за голову, ощущает себя снова в школе, что это все означает, что это за переменные, откуда они взялись. Поясняйте все ваши переменные, описывайте их комментариями, которые отображаются по наведению мышки на ячейку. Распишите там хотя бы, что вообще делает эта формула, потому что это тоже не всегда очевидно, особенно если документ плохо оформлен. В этом все он копался, тоже становится очень сложно. И, конечно же, очень важно, если у вас действительно получается большая формула, которая следует запутанной логике и рассчитывает то, что вам нужно, опишите ее также в документации, чтобы человек, который читал документацию, не заглядывая в документ с расчетами, понимал, по какой логике производятся расчеты, почему величина, которая говорится в этом разделе, рассчитывается именно так, что в нее входит, что в ней учитано. И обсуждайте это с коллегами, конечно же. Не надо возвращать нас всех в университет. Я думаю, все довольно рады тому, что оттуда уже вышли. Следующий большой раздел работы геймдизайнера, который для меня, опять-таки, тоже был, по сути, секретом, это коммуникация. Здесь тоже может быть много ошибок. Вы геймдизайнер, у вас вижен того, каким должен быть дизайн на проекте, как минимум, той фичи, за которую вы отвечаете. Вам чрезвычайно важно, чтобы все исполнители из всех отделов имели тот же самый вижен. Донести до них его должны именно вы. И это далеко не всегда, а скорее всегда не, получается сделать исключительно документацией и таблицами. Вам придется общаться, вам придется уметь общаться. Поначалу, вот в том числе у меня, были такие проблемы, что вот я знаю, что мне нужно что-то сделать, и мне для этого нужно встать, подойти к человеку и что-то с ним обсудить. Это было сложно. Сейчас с этим сложностей уже нет, потому что я с этим работал. Но тут как с мобильным телефоном. Вы знаете, у вас есть дело, вам нужно куда-то позвонить. И проходит неделя, вам все еще нужно позвонить, потому что вы уже даже погуглили, посмотрели, туда нельзя написать. Вы бы очень хотели туда написать, но нужно звонить. И поэтому уже месяц прошел, а вам все еще нужно позвонить. Вот, короче, в работе от такого нужно отучиваться. Нужно приучать себя не бояться общаться. Нужно быть очень коммуникабельным. Просто потому что это такая профессия. Поэтому инициируйте контакт с исполнителями. спрашивайте, все ли у них понятно. Обсуждайте определенную идею. Вот у вас есть идея, что можно ли сделать так, но вам нужно спросить у программиста, реализуемо ли это. Вместо того, чтобы написать ему, в идеале найдите его, подойдите к нему. Ну, сейчас на коронавирусе самоизоляции приходится писать, конечно, но гораздо проще подходить. в любом случае напишите ему, позвоните ему, устройте синг, обсудите хотя бы за 5 минут, можно ли реализовать в принципе и дорого ли это будет стоить. Если эта дорога будет стоить, какие могут быть альтернативы более дешевые? Как это можно, прости господи, закостылить? Иногда цель оправдывает средства. Всегда уточняйте, все ли понятно. Общайтесь очень много с вашими коллегами, геймдизайнерами. Вы все одеваетесь в этом всем одни. Вы хорошо друг друга знаете, вы друг другу доверяете в идеале. Обсуждайте, что может быть не так или что хорошо, особенно в вашем дизайне, в вашем документе. Есть ли у них какие-то идеи, предложения? Вообще, в идеале, если вы обсуждаете какую-то крупную фичу, вы в любом случае должны собирать на это все встречи и обсуждать с ребятами все ли хорошо, какие могут быть решения, собирать предложения, улучшать их. Вот вы пришли к консенсусу, вы все расписали, отдавайте им на ревью документ, читайте их комментарии, они могут знать о проекте, что-то, чего не знаете вы. Короче, работа геймдизайнера, кроме зарывания в документы, на 100% состоит из общения. Вам по сути, ставить задачи на исполнителя, это тоже общение. И вот тут ошибка этого не делать. Это может быть по привычке, это может быть по природной застенчивости, по любой причине вам придется научиться общаться. Я считаю, это только плюс, это по жизни только вам поможет. И, наконец, есть несколько более общих ошибок, которым я не нашел, так сказать, применения, не нашел им место, пардон. Это самые такие общие. Начну с первого. Не следить за фичой. Я его уже упоминал, но это грубая ошибка, поэтому я выделю ее отдельно. Если вы все расписали, если вы все со всеми обсудили, и вы поставили задачи, это не значит, что вы можете забыть и начать заниматься чем-то еще. Вы должны регулярно следить за тем, как идет работа. Вы должны регулярно следить, что делается именно то, что вы просили. Потому что, опять-таки, даже если вы идеально все расписали, но вот так получилось, что человек не так прочитал и неправильно понял. Вы должны как можно скорее донести до него, что, чувак, я другое просил, давай делать именно так, потому что лучше заметить это, когда вы проверили состояние таски на следующий день, чем потратить несколько недель на то, чтобы сделать вообще не то, что было нужно. Это вообще всегда очень обидно, очень грустно. И ответственность за это в том числе лежит на вас. Следующий момент это слепое заимствование фичей. Это тоже характерно для начинающих, потому что вот люди приходят в профессию с горящими глазами, очень любят видеоигры, у них есть очень много любимых фичей, они могут сами начать заниматься геймдизайном. И вот, да, есть крутая игра, я ее обожаю, в ней есть вот эта фича, она очень крутая, она тащит, вставляем ее нам. А зачем вставлять ее нам? А будет ли она работать у нас? Что заставляет эту фичу работать в игре референсии, с которой мы ее берем? Точно ли получится реализовать все эти моменты у нас? Точно ли все будет хорошо? Понимаете, вместо того, чтобы просто все вставлять и задаваться вопросом, а почему у нас неинтересно, почему у нас никто туда не заходит, уже после релиза, потратьте заранее некоторое время, проведите реверс-инжиниринг фичи, разберите, что заставляет ее тикать в изначальном проекте, и точно ли она применима к вам. В лучшем случае, да. Как правило, случай не лучший. Как правило, ее действительно можно вставить, но с какими-то доработками. Их лучше заранее проговорить, заранее обсудить с коллегами, заранее в них убедиться, и уже только потом отдавать фичу на реализацию. Следующая ошибка, она вообще проходит со временем, она проходит с опытом, но, тем не менее, это все равно ошибка начинающего. Неуверенность в ГДД. Вы пришли на профессию, вас только взяли, вы начинающий, вы в дивном новом мире, в котором вы мало что знаете, и вы не уверены еще в себе как специалист. Вам нужно расписывать документацию, потому что в этом ваша работа, но вы не уверены, что делаете это хорошо, не уверены, что расписываете это правильно и так далее и тому подобное. У вас чисто подсознательно получаются обтекаемые такие гладкие определения, неуверенные в документе. Документ должен быть четким, в документе должно быть четко описано, что именно вы хотите, как именно должна работать фича. Там нету места, может быть, наверное, как-то вот так. Если у вас действительно нету четкого видения, распишите точную гипотезу с тем, какие у нее могут быть исходники и что, какие у нее могут быть исходы и что, соответственно, должно быть при каждом из них. Пишите четко. Когда уже приходит уверенность в себе как специалисте, вы так или иначе будете это делать, но лучше уделите этому немножко внимания в самом начале и это, что интересно, может также помочь стать в себе уверенней. И последняя ошибка это отсутствие фидбэка от пользователей. Тоже очень грубое. Я думаю, все прекрасно знают, что общаться с игроками это важно. В компании у вас может очень легко образоваться эдакая эхокамера. Вы между собой все обсудили, все порешали, все круто, вы уверены, что все зайдет. А игроков не спросили. И вы выпускаете продукт, выпускаете фичу, а она никому не нравится. И вот, блин, почему так? Потому что вы с ними не общались. Проводите опросы, проводите Q&A-сессии. Под прикрытием в комьюнити задавайте наводящие вопросы. Если у вас позволяет это делать функционал, проводите АБ-тесты. Это когда одна группа людей видит один функционал, другая другой. Сравнивайте аналитические данные, смотрите, кому как больше нравится. если у вас нет такого функционала, поресерчите этот вопрос и заведите его себе. Это очень полезно. Фидбэк от пользователей в явном или неявном виде это двигатель нашей работы. Он очень важен. И, пожалуй, на этом все, что бы я хотел покрыть в рамках своей презентации. Спасибо вам большое за внимание, спасибо, что пришли. Сейчас хотел бы поотвечать на вопросы, которые мне там уже успели по-назадавать. Виктор, спасибо большое. Я, кстати, хочу напомнить всем зрителям, кто смотрит, что вопросы можно задавать в спешл-чате. Я еще раз ссылочку прокинул. И пока задают вопросы, хотя на самом деле несколько уже набралось. Да, я уже вижу в чате несколько вопросов. Я хочу с легенького начать, на самом деле, простого. Вот у тебя есть какая-нибудь игра которая именно тебя вдохновила на то, что ты сам хочешь делать игры? Есть вот именно какой-то один проект, не знаю, с детства, что-то может быть тебе запомнилось и ты такой, блин, а я хочу что-нибудь я загорелся играми еще, когда у меня были третьи герои. Уже играя в них, я хотел в этом всем вариться. Я видел редактор карт, копался в нем, получалась полная фигня, но тем не менее я вот прям чувствовал, что блин, так это же можно еще самому делать. Да, изначально это было все в редакторе. Я думаю, так у многих. Многие начинали с каких-то кастомных карт, модов и вообще того, когда уже есть какие-то инструменты, которые позволяют что-то делать непосредственно сразу и сейчас, не заказывая это отдельно у программистов. Для меня, пожалуй, вдохновением были, да, еще третьи герои. Хотя сейчас это, на самом деле, даже не самый любимый мой жанр, но тем не менее. Ну, кстати, вот насчет того, что многие начинали именно с редактора карт, это вот правда, потому что многие так и рассказывают, что, мол, я там вот в редакторе карт, там через моды какие-то и так далее. Вот. Я думаю, что можем потихонечку переходить к вопросам, которые есть у нас уже. Первый вопрос был, на самом деле, следующего формата. Хаджик Хогус задал его. У меня вопрос к Виктору. А чем отличается геймдизайнер от геймдиректора? Это, на самом деле, вопрос с подвохом, потому что, так как игровая индустрия довольно молодая, многие слова, многие определения отличаются от компании и компания. И то, что называется геймдиректором в одной, не значит, будет называться геймдиректором в другой. у нас, на самом деле, в Апексонике, я даже не помню, чтобы кого-то геймдиректором называли вообще ни разу, так что... Это что, вакансия свободная? Нет, я не думаю, что у нас есть вакансия на позиции директора. У нас есть, по сути, продюсер. Мне кажется, это примерно то, о чем вы спрашиваете, но, возможно, я неправильно понял вопрос. Извините заранее, если это так. Ну, вообще, директор, что такое, это в кинематографе в том числе, это продюсер, так сказать, того, который рулит тоже процессом. Его задача, его работа, она менее прикладная, чем у геймдизайнера. Геймдизайнер, он занимается дотошным и точным расписанием прямо вот мельчайших деталей, прямо на самом низком уровне, а геймдиректор, продюсер, он обладает еще более общим виженом, он обладает понятием того, куда должен двигаться проект, что мы вообще хотим сделать, потому что, если не задавать себе вопрос, что мы вообще хотим сделать, все делают что-то, что, наверное, будет круто, а к концу, у нас уже год до релиза, все сделали какую-то фигню, которая друг с другом не вяжется, как было с некоторыми крупными проектами, насколько я знаю, которые не то, чтобы хорошо себя показали, на старте, вот должен быть человек, который обладает однозначным виженом, который апрувет разные расписанные документы, то есть компания большая, проект большой, делается, заказывается много, и вот геймдиректор, это человек, который читает то, что ему принесли геймдизайнеры и говорит, что, ну, слушай, да, круто, так и сделаем, или нет, это не соответствует нашим целям, это не соответствует тому, что мы вообще здесь добиваемся, переписывай. Да, есть и такие люди, не вы, как правило, будете рулить. Так что, по-моему, геймдиректор в этом контексте это вот такой человек, когда документов действительно много, у него опять-таки могут быть помощники, но на самом деле времени остается не сильно больше, кроме как мотаться по встречам и обсуждать, что мы вообще делаем, и вычитывать, и опровить то, что написали геймдизайнеры. И на самом деле тут есть два вопроса, я их могу, наверное, как один задать от Bravo и от GMP3000, они вот спрашивают, один спрашивает, мне вот интересно, насколько возможно попасть на позицию геймдизайнера сейчас, не имея опыта и портфолио, потому что у него есть опыт работы в менеджменте проектов, связанных в числе прочего с дизайном и программированием. Очень хотелось бы пойти в геймдев, но опыта ноль. И следующий сразу вопрос, как примерно выглядит тестовое задание для кандидата на должность геймдизайнера? Я думаю, это можно паком спросить сразу просто. Да, конечно, можно. Смотрите, тут ситуация такая, я расскажу в том числе по себе, сейчас прошло уже три с половиной где-то года, ситуация, конечно, немного поменялась, но самое важное, что вам нужно, это получить хотя бы какой-то опыт в индустрии, то есть опыта в индустрии ноль. Посмотрите на ваш имеющийся скиллсет, ваш набор навыков и пройдите хотя бы на какую-то ближе, даже связанную с вашей задачей в игровой индустрии, потому что в первую очередь от тысяч людей, которые хотят пройти вообще без опыта, выделяются, конечно же, те, у кого есть хотя бы какой-то опыт в индустрии, то есть я, например, кроме геймдизайнера работал еще в маркетинге одной немалоизвестной компании, занимался социал-медиа-менеджментом и вот этим вот всем, это тоже мне дало некоторый инсайт на то, как работает большая компания, не будучи даже при этом геймдизайнером, но потом я сменил род деятельности. Самое важное, это получить хоть какой-то опыт вначале, если у вас уже есть скиллсет с менеджментом, возможно, у вас получится пройти на проект-менеджера, который следит за сроками их выполнения на проекте, в том числе следит за сроками геймдизайнеров. Если у вас есть программирование, это вообще круто, если геймдизайнер может какую-то небольшую тулзу или что-то накодить сам, не отвлекая при этом ценных программистов, то это очень хороший геймдизайнер. Ну и вообще, текучка внутри индустрии, она внутри компании, она, как правило, легче проходит, чем просто прийти снаружи. То есть, если у вас есть какой-то, допустим, тестировщик, то внутри компании тестировщик, становящийся геймдизайнером, это вообще стандартная тема. Если у вас, возможно, не получается пройти на геймдизайнера сейчас, попробуйте пройти хоть на что-то в индустрию. Компания везде классная, так что не стесняйтесь. Ага. Ну и, собственно, вот еще один вопрос тоже. Насколько хорошо геймдизайнер должен знать инструмент разработки игр, ну там, Unity, Unreal Engine и так далее? Чем больше знаешь, тем лучше. То есть, ты не обязательно должен уметь вот непосредственно скриптовать там на подлежащем языке, ты не обязательно должен уметь вот именно создать какой-то работающий функционал сам, но разбираться, уметь читать, видеть геймоджекты, их свойства, менять их, это все однозначно важный скиллсет. С ним не обязательно приходить на стартовую позицию, ты всему этому научишься уже на работе. Но даже если ты ничего не знаешь, тебе придется научиться разбираться в вашем движке. На самом деле, я тут смотрю, вопросы полетели, вопросы полетели, вот, есть еще один вопрос, тут Nexus пишет, не хочу в другой чат, поэтому задам вопрос тут. Ну, задал, я вижу его, с HR знаком, где нынче добор проводите, какие площадки задействуете? Сразу серьезные вопросы. Да, зашел. Ну, стандартные площадки, Headhunter свой сайт личный, как правило, тоже используется. С HR знаком, с HR знать полезно, да. Знайте своих HR, любите их, они вам всегда помогут, подскажут по любым вопросам, порой даже, кажется, не связанные с HR. Доборы у нас, ну, я бы на Headhunter искал, сам я работу искал там, сейчас я уже давно на работе, не знаю, может и поменялась сцена, на которой следят за вакансиями, но Headhunter был актуален. Ну, это очень хорошее чувство, когда ты не знаешь, где нужно работу искать, потому что она у тебя есть, я могу тебе сказать. Это очень хорошая штука. Вопрос, как ты видишь профессиональный рост для геймдизайнера и к чему стремится геймдизайнер? Профессиональный рост зависит от вас, на самом деле. Опять-таки, к вопросу о специализациях и определениях, геймдизайнеры бывают разные, есть балансные геймдизайнеры, которые занимаются чисто расчетами и цифрами, есть геймдизайнеры-нарративщики, которые, по сути, сценаристы, пишут историю для игры, есть технические геймдизайнеры, которые зарываются в движок и настраивают геймобжекты, сцены, есть левел-дизайнеры, которые тоже считаются геймдизайнерами. Куда вам больше нравится? Туда идите, к чему у вас душа лежит. Есть, конечно, более, если подойти к этому вопросу с более общей точки зрения, то, соответственно, можно стать уважаемым на рынке специалистом, который без резюме и тестового задания, кстати, был же еще про него вопрос, может пройти куда угодно. Можно стать лидом команды геймдизайнеров, который, соответственно, курирует нескольких геймдизайнеров, сразу помогает им что-то решить, как-то что-то сделать, о чем-то договориться. Очень уважаемое лицо на проекте. Можно пойти в продюсеры, стать ближе именно к продуктовой стороне вопроса, но тут вы рискуете столкнуться уже с моральными проблемами, вопросами фри-то-плея, доната и прочего такого, тут уже сами смотрите. Короче, да, есть куда идти, есть к чему стремиться. Был вопрос про тестовые задания, по-моему, как выглядит тестовая. Ну да, так примерно. На профессию. Опять-таки, это вот зависит от нужд проекта. Если нужен нарративщик, вас попросят что-то написать. Если нужен технический геймдизайнер, балансный, вас попросят что-то описать, что-то рассчитать. Смотрите на вакансию, потому что все компании создают тестовые под свои нужды, они всегда отличаются. Но вообще оно может быть любым. Это вот ответ только такой. На самом деле хочу еще напомнить, что будет у нас круглый стол, который посвящен как раз-таки вопросу в принципе входа в индустрию и что для этого нужно делать. Так что эти вопросы можем на тогда оставить. тут еще был вопросик ну такой довольно странный, но я все-таки его задам. Сколько нужно игр пройти, чтобы начать их понимать? Интересный вопрос. Ну, можно пройти десятки игр, но все разного жанра, и тогда вы особо не приблизитесь к их пониманию. Вообще, мне кажется, у геймдизайнера не должно быть проблем с тем, чтобы играть в игры, потому что это все-таки то, что ты избрал своей профессией, это то, чем ты будешь заниматься, и у тебя должен быть в первую очередь просто интерес к тому, чтобы засесть за какую-то игру, разобраться с ней, и вот на самом деле даже если ты с этим не заходишь с самого начала, такая вещь, как разбор механик, когда ты видишь, ага, непосредственно здесь они сделали вот так, потому что это отвечает таким-то целям, этого всего может не быть, когда ты только начал профессию или хочешь прийти в индустрию, но с профдеформацией это все придет, и понимание игр в контексте разбора их на детали, того, как они работают, оно у тебя само появится, просто с опытом работы и опытом игр, ты даже переигрывая старые будешь замечать новые детали, спасибо большое, Виктор, спасибо, за субтитры, за субтитры, Субтитры сделал DimaTorzok,